С чем связан арест Александра Гапоненко? Как ни печально, но напрямую связан с нарушением прав человека. Европа долгие годы развивалась и добивалась улучшения жизни людей, создавая законы по защите их прав, независимо от того, какого они цвета кожи, вероисповедания, национальности и так далее. Что мы видим в конечном итоге? Как понимать, что в европейской стране именно по отношению к русскоязычному населению грубо нарушаются права человека? На протяжении многих лет ущемляются их интересы, ведется насильственная политика по уничтожению русских школ, изучению родного языка и унижению русских как нации в целом. Если свобода слова в Латвии имеет ограничения по отношению к определенным лицам, тогда возникает вопрос, через какую призму смотрят в Европе на все бесчинства, творившиеся в Латвии? Что завтра такое беззаконие не будет применяться в любой другой стране? Мы убедительно просим Европарламент обратить внимание на незаконный арест Александра Гапоненко и освободить человека, защищавшего права русскоязычного населения. Если борьба за права нацменьшинств в Латвии считается преступлением, то мировому сообществу стоит задуматься и противостоять этому. Свободу Александру Гапоненко. Во вторник, 19 июня 2018 года, в 17 часов, в Таллине перед Домом Европейского Союза состоялось протестное мероприятие в поддержку находящихся под арестом европейских узников совести, поляка Матеуша Пискорского, латвийца Александра Гапоненко и украинца Кирилла Вышинского. Широко декларируемые Брюсселем принципы демократии и свободы слова не гарантируют, к сожалению, соблюдение прав человека и свободы слова, что называется, на местах. В целом, в ряде стран, как уже вошедших в состав Евросоюза, так и усиленно готовящихся к вступлению в него. Доказательств этому вполне достаточно. Так, к примеру, в мае 2016 года Агентство внутренней безопасности Польши по обвинению в сотрудничестве с российской разведкой в деятельности, направленной против Польской Республики, как было сформулировано, а также в продвижении интересов России и манипулировании настроениями польского общества, был безо всяких на то оснований задержан польский политик, преподаватель, политолог, публицист и журналист, депутат Сейма Пятого созыва Матеуш Пискорский. Вот уже более двух лет он находится под следствием в тюрьме, так как польские власти, выдвинувшие против него абсурдные обвинения, доказать не могут ничего. Доказать вину Пискорского они не могут, однако и на свободу его не отпускают. В схожем положении находится и латвийский правозащитник, доктор экономических наук, профессор Александр Гапоненко, арестованный в апреле 2018 года полицией безопасности Латвии по обвинению в действиях, направленных против государственного суверенитета, территориальной целостности Латвии, государственной власти или государственного строя. Не имея реальных доказательств якобы антигосударственной деятельности Гапоненко, латвийские власти пошли по уже проторенному их польскими коллегами пути, лишают его свободы, регулярно продлевая его арест в интересах следствия. Власти Украины, рвущиеся в Евросоюз, по примеру европеизированной Польши и Латвии, тоже арестовали в мае 2018 года неудобного правящему режиму журналиста, главного редактора информационного издания РИА Украина Кирилла Вашинского, обвинив его в антигосударственной деятельности. Руководство Евросоюза должно обратить пристальное внимание на вопиющее нарушение прав человека и свободы слова, происходящее как в странах ЕС, так и в государствах, активно стремящихся стать его членами. Поскольку многократные обращения и призывы к самим властям этих стран до сих пор остаются безрезультатными, то мы, члены организации «Наша Родина Молдова», присоединяемся к международной акции в поддержку политзаключенных современной Европы. Вместе с нашими единомышленниками из Бельгии, Германии, Италии, Великобритании, Эстонии, Литвы, Индии, России, мы призываем здоровые силы европейских официальных структур положить конец преследованиям и произволу в отношении инакомыслящих. Леонид Куку, «Наша Родина Молдова». В современном мире еще чаще происходят нарушения статей всеобщей декларации прав человека. Примером служит арест 20 апреля 2018 года властями Латвии известного правозащитника Александра Гапоненко. Основанием для его ареста послужил пост в Фейсбуке, в котором власти усмотрели угрозу государственности Латвии, инкриминируя ему обвинения по 80-й статье Уголовного кодекса Латвийской Республики. Статья гласит «За деятельность, направленную против государственной независимости Латвийской Республики и ее суверенитета, территориального единства, государственной власти или государственного строя, осуществляемым способом, непредусмотренным Конституцией Латвийской Республики, наказывается лишение свободы на срок до 8 лет». Вскоре латвийские власти провели судебное заседание по слушанию отдела Гапоненко в закрытом режиме, а по окончанию процесса со всех его участников взяли подписку о неразглашении сведений и информации данного судебного разбирательства, в том числе и с Александра Гапоненко. Мы видим репрессии на лицо. Мы с вами стали свидетелями вопиющих нарушений прав человека в Европейском Союзе, а общественной и правозащитной деятельностью жителей Латвии, в частности Александра Гапоненко, придан экстремистский характер. Созданный прецедент вызывает тревогу, а также серьезные опасения за общественные организации Латвии, чьи силы направлены на защиту и сохранение традиций и культуры самой большой русской диаспоры за рубежом, насчитывающей одну треть русскоговорящих граждан от общей численности населения Латвии. Хочу напомнить. Александр Гапоненко является сопредседателем Конгресса русских общин Латвии, председателем Прибалтийского отделения Изборского клуба, лидером штаба защиты русских школ в Латвии, а также руководителем движения Конгресс неграждан Латвии. Его активная правозащитная деятельность, направленная на предание и наделение гражданских прав лицам со странным для демократической Европы статусом неграждан Латвии, что противоречит международным нормам, международному праву и всеобщей декларации прав человека. Хочу обратить ваше внимание, что по терминологии ООН, не граждане – это лица, которые не были признаны как имеющие эффективные связи со страной, где они находятся. Эта дискриминация не смущает европейские институты в области прав человека с высоких трибун провозглашать о нормах и ценностях демократии. Именно вследствие попустительства европейских институтов официальной власти Латвии характеризует общественную деятельность Александра Гапоненко как экстремистскую. Стоит упомянуть, что неграждане Латвии ограничены своим статусом в элементарных правах, а именно в избирательном праве, в праве на профессиональную деятельность в экономическом и социальном плане. Друзья, сегодня в 21 веке в центре Европы с молчаливого согласия центральных властей многих стран, прикрывающихся толерантностью, наращивают силы такие уродливые явления, как фашизм и геноцид. Но виновными назначаются люди, борющиеся за права ущемленных. Свободу политзаключенным.